Когда понял, что земля, матушка, спасает на войне-то, что в неё есть и вжаться, и вкопаться? Это нас вот как ввели в прорыв-то. Ну, я думал, не знаю, что и там у нас этот танк. Ввели нас сразу, наверное, километров 20 прошли, прямо сразу в бой. Ввели, он и начал нас тут с пылью вёдов-то клестить. Крестил просто сплошь. Мы неопытные, суём, скирды сложены за них, он что, дурак, что ли, по скирдам бьёт. И сразу, как мы это видели, как было по уставу, по цепи передавали, такой-то ранен, такой-то убит, по цепи передавали. Вот такая штука была. Вот я в... Слушай, это другой у нас случай-то был. Это ещё на Украине было. Ладно, пошли в наступление. Верно, пехот прошла, а командиры зоны, знаешь, сказали приказ. Давай и нас уже сниматься с огневой. Сняли шип, едем. И вдруг, в каких-то, наверное, 150-200 метров у Руджи стоял танк немецкий. Пехот вся залегла, залегла. А мы вырвали в середину ту, он колотит по нам танк. Ещё нет, ещё выстрелов нет, а у нас уж разрыв. Не слышали. А по вам, по артиллеристам, по пушке? По пушке. Но мы всё же распределились хорошего. Одно урудие у нас было, одно, наше. Мы все, ну, весь расчёт, чтобы по дному разбежались, по дному-то будет. Он по пушке колотит. Ну, не мы, не мы, а на голову вперёд. Куда идём? Вперёд. Пехот тут, а мы вперёд садим. А он по нам садит, вот дно задним бьёт по этим. Я не знаю, сколько снарядов он пустит. И почему-то всё нимо давали. Ну, на голову пигнал, есть новый. А потом думаем, куда к чёрту? Мы едем, пулемётчики нам начали садить в стель. И тут немного как-то за кукурузой, он, не в прицеле мы его стали, а подошли к немцам вплоть, почти как с пулемётом. Дали так, сразу все четыре лошади скосили, одного убили, одного ранили. Ранили мы, а остальные шёл перелесок. И межа маленькая была, вот и залезали всё в эту межу, чтобы голову только спрятать её. А он по нам садит, а он по нам садит. Да, через несколько времен командир батареи надо метров двести по Пластунске к нам бокс. И машет рукой, за мной диск. Хотя мы рядом к немцам пехот 300 метров, вот нас больше отсталов там. Всё же выползли. Выползли по-пластунски, а вечером, только как стемняло, сразу пошли. Нам чего было интересно, снять с лошадей амуницию. Вот сам основной, не лошади-то были, а это мы их разделись, там шеи, всё с них сняли. И тихонько урудия выкатили целые, ничего он нам не сделал в этот момент. А ты вот, бомбёжек-то, когда перестал бояться? Бомбёжки? Да. Я перестал бояться. С первых дней, как попали мы в бой. Ну, это на Курской ещё, да, дуге? На Курской дуге? Да. На Курской дуге. Мы наступали хорошо, при чём наш танк ещё, пушатка была, горит вся вот Сосновая пола, они, б***ь, прямо на скорость садись, и ворвались в эти, ну, сам звали, не город, районный центр, так у них и название эти города были. Ворвались танки, мы тут всё, половину взяли, потом всё же он закрепился, но тоже сам, сам был. Ну, половину взяли, на следующий день в 4 часа утра летят на наш ёлк. Говорили тогда, что 90 штук, а у них что там было? Что мы взяли, им давали квартал, они и начинали его. Не цель, потому что... Так мы вот попали первым под этот квартарь, ёпт. Пять метров разрывались бомбы, ни хера, а то как летит земля, когда ход туда в дом шлёпнет, убьёт. по рыбомбилю, сказала бы, ну, роеки-то были, прямым попаданию попадётся, что тут всё ху**, они говорят. А тут вот, хоть 5-10 метров бомбы рвётся в земле, так ничего, проходим. И вот с этой, я всё же перестал буять. А несколько буяльщиков, не знают, куда деваться. Ну, конечно, как крикнут, танки подготовить, тут уже это самое было. Субтитры сделал DimaTorzok